Здравствуйте, меня зовут Севастиан Оденский и сегодня на уроке физики мы с вами поговорим о том, что такое конденсатор, а также еще рассмотрим и электрическое поле данного конденсатора. Для начала поговорим о том, что такое конденсатор. Конденсатор — это определенная система, состоящая из двух изолированных друг от друга проводников. Проводниками будут называть обкладки или же также еще часто распространенное понятие пластинами конденсатора. Для чего необходим конденсатор? Конденсатор необходим для того, чтобы мы могли накапливать определенный электрический заряд. Здесь вы как раз таки на слайде можете увидеть схематически, каким образом выглядит конденсатор именно в технике. Но в физике мы будем чаще всего сталкиваться с таким понятием, как плоский конденсатор. Что такое плоский конденсатор? Под ним поднимают определенные две пластины, которые имеют определенную площадь, которые находятся на определенном расстоянии друг от друга. Причем данное расстояние между пластинами по сравнению с площадью пластины гораздо меньше, то есть две пластины должны находиться слишком близко друг к другу. Теперь поговорим о следующем. Мы уже с вами изучили, что такое напряжение, от чего оно зависит. Мы знаем, что напряжение зависит от напряженности поля и от расстояния, на которое перемещается заряд или же от расстояния от источника силовых линий поля. Посмотрим здесь на слайде. Мы можем заметить, что есть у нас две вертикальные пластины конденсатора, которые находятся на расстоянии D друг от друга. Каждая из пластин накапливает на своей обкладке конденсатора определенный заряд. То есть слева мы увидим заряд положительный, справа от отрицательный. И мы знаем, что линии напряженности электрического поля будут направлены от положительной заряженной пластины к отрицательной. Здесь как раз таки мы это можем увидеть. Мы можем посчитать какое напряжение между этими двумя обкладками. Если мы знаем, какая напряженность между этими обкладками и также расстояние между данными обкладками. Мы можем посчитать напряжение. И как мы помним, напряжение у нас будет измеряться в вольтах. Е мы обозначаем напряженность поля, которое измеряется вольт поделенный на метр. И нам необходимо также еще для напряжения умножить на расстояние между обкладками, которые в системе СИ мы должны измерять в метрах. Также нам еще нужно познакомиться с такой физической величиной, как емкость конденсатора. Что это такое? Емкость конденсатора это отношение двух величин. Каких? Чтобы определить емкость конденсатора, нам необходимо заряд поделить на напряжение между обкладками конденсатора. И данную физическую величину, как емкость конденсатора, мы будем обозначать буквой С. Здесь вы можете увидеть формулу, как раз таки которая позволяет высчитать нам емкость конденсатора. Нам нужно заряд поделить на напряжение. Заряд мы будем измерять в кулонах, напряжение в вольтах, а новую физическую величину, как емкость конденсатора, мы будем измерять в фарадах. И тем самым мы можем сказать о том, что 1 фарад это 1 кулон, поделенный на 1 вольт. Теперь давайте рассмотрим зависимость накопленного заряда, то есть заряда конденсатора, от геометрических характеристик. Вот, допустим, у нас есть здесь случай один, где у нас есть какой-то конденсатор. На обкладках есть определенный скопленный заряд. И с помощью электрометра мы можем увидеть, как на первом рисунке, величину заряда. Дальше. Если мы изменим пластины и поставим вместо пластин большие по площади, то мы можем заметить, что электрометр, электрометр, стрелка электрометра, у нас отклонилась сильнее. Это говорит о том, что заряда накопленного во втором случае уже больше. И третий случай рассмотрим. Сравним мы его с первым случаем. Площадь каждой пластины одна и та же, что в первом, что в третьем случае. Но теперь уже пластины отодвинули друг от друга на большее расстояние. И мы можем увидеть, что электрометр, по сравнению с первым положением, отклоняется гораздо слабее. Какой вывод мы можем сделать? Если мы заряжаем конденсатор, то то, сколько заряда он накопит в себе, зависит от расстояния между пластинами и от площади самой пластины. То есть, чем больше площадь пластины, то больше этот конденсатор может накопить себе заряд. И обратно пропорционально величина расстоянию. То есть, чем больше расстояние между пластинами, тем емкость данного конденсатора будет меньше. То есть, меньше заряда он сможет накопить. И теперь давайте еще рассмотрим один случай. Если мы между обкладками конденсатором, то есть, между пластинами, помещаем какой-то диэлектрик, то есть, какое-то определенное вещество. Если мы сравним показания электрометра, то мы можем увидеть, что во втором случае, после помещения туда какого-либо проводника, у нас показания увеличиваются. И здесь мы можем сказать о том, что емкость конденсатора будет еще зависеть от того, какой диэлектрик мы туда помещаем. Далее. Так как у нас пластины конденсатора заряжены разноименно, то есть, плюс и минус, то они будут притягиваться с определенной силой друг к другу. Потому что мы знаем, что разноименные заряды у нас притягиваются. Здесь мы тоже можем наблюдать, что эти две пластины притягиваются друг к другу. И также каждая из этих пластин будет создавать свое определенное на поле, то есть, электрическое поле, которое будет характеризоваться линиями напряженности. То есть, левая пластина у нас создает одну напряженность, то есть поле, а вторая пластина создает свое поле. И как вы можете заметить, что эти линии напряженности направлены в одну и ту же сторону из-за того, что знаки пластин, знаки заряда пластин разные. И если мы будем определять общую напряженность данного поля между обкладками, нам необходимо сложить эти две напряженности, которые создает каждая пластина по отдельности. Так как эти пластины собирают одинаковый заряд, эти пластины во всем одинаковы, кроме заряда, то общую напряженность этого поля мы можем посчитать как в два раза умножить нам необходимо напряженность отдельной какой-то пластины. То есть, если мы в два раза умножим Е1, то мы получим напряженность всего поля, которое находится между этими конденсаторами. И также обратно, если нам необходимо посчитать отдельное электрическое поле, создающее определенной обкладкой, нам необходимо общее поле поделить на два, потому что линии напряженности, то есть силовые линии, одинаковые у левой и правой пластины. Также мы с вами можем определить работу, которую создает данное поле по перемещению для определенного заряда. Мы знаем, что чтобы определить работу, нам необходимо силу умножить на расстояние. Так вот, если мы знаем, что сила это у нас Е умноженное на Q, это мы с вами изучали уже на предыдущих уроках силы электрического взаимодействия поля заряда, то нам необходимо для определения работы перемножить между собой общую напряженность поля, заряд, который перемещается между этими обкладками, на расстояние между обкладками и делим на два. Почему? Потому что мы уже сказали, что общее поле напряженности делим на два, чтобы определить зависимость от одной из пластин. И так как у нас, если мы перемножим Е и D между собой, напряженность и расстояние, то мы получаем напряжение. Эту формулу мы уже сегодня с вами рассматриваем. И тем самым мы получаем, что чтобы определить работу, а в том числе и энергию, нам необходимо заряд умножить на напряжение и поделить на два. Уже из курса седьмого класса вы знаете, что можно приравнять между собой работу и энергию, потому что эти величины практически обозначают одно и то же. То есть сколько энергии у нас имеется, такую работу мы можем совершить. Так вот, энергию плоского конденсатора мы можем посчитать таким же образом, как и работа по перемещению заряда между этими обкладками. Так как мы знаем формулу энергии конденсатора и емкость конденсатора, то мы энергию можем теперь вывести через показатель емкости конденсатора. Что для этого нам необходимо? Нам необходимо Q выразить через C. И тем самым мы получаем, что Q равняется емкость конденсатора умноженное напряжение. То есть СУ. И вместо Q мы подставляем СУ и получаем формулу для определения энергии плоского конденсатора. Нам необходимо СУ квадрат, поделенное на 2. Или же теперь, если мы У будем выражать через С и Q, то мы получим, что энергия конденсатора определяется как Q квадрат, поделенный на 2С. Энергию обозначается буквой W, но также еще бывают в различных источниках обозначения буквы Е, так же как и в механике. И энергия измеряется в джоулях. Дальше Q вы прекрасно знаете, что измеряется в кулонах. C, это емкость конденсатора, которую мы с вами сегодня рассмотрели, измеряется в фарадах. И напряжение между обкладками конденсатора измеряется в вольтах. Теперь, вот эту вот формулу энергии конденсатора вам необходимо запомнить, потому что очень часто эта формула нам необходима для вычисления энергии или же работы, которая совершается для перемещения заряда между обкладками конденсатора. Теперь, давайте повторим, что мы с вами изучили на сегодняшнем уроке физики. Мы с вами познакомились с таким прибором, как конденсатор, который позволяет накапливать заряд на своих обкладках. Дальше, мы рассмотрели с вами новую физическую величину. Это емкость конденсатора, которая обозначается буквой С и измеряется в фарадах. А также мы с вами рассмотрели формулу и как эти формулы можно получить для вычисления энергии конденсатора. Всем спасибо, до встречи на следующем уроке.